Продолжаем эфир. Сколько сегодня стоит однокомнатная квартира? Каковы теперь функции быты и изменился ли размер налога при продаже недвижимости? Узнаем у директора агентства недвижимости города Севастополя Натальи Масальской. Наталья Яковлевна, здравствуйте, рада приветствовать вас в нашей студии. Как изменился рынок недвижимости Севастополя за год в составе Российской Федерации? Начнем, пожалуй, с самого главного – стоимости жилья. Вот что теперь можно купить, например, за 20 тысяч долларов? Ой, Ирина, добрый вечер, рада вас снова видеть сегодня и с удовольствием отвечу на эти и другие вопросы, потому что действительно рынок недвижимости в Севастополе изменился за прошлый год. И изменился, ну как бы в первую очередь, это в сторону повышения цен. И если в прошлом году наши покупатели хотели за 2 миллиона купить себе домик под солнцем или квартирку небольшую, то сейчас это надо потратить 3 больше миллиона. А за 20 ваших предлагаемых тысяч долларов, это миллион 200 в нынешнюю пору, к сожалению, многого не купишь. И действительно, это будет или дача, или это хорошо, или это будет комната в коммунальной квартире, пусть со всеми удобствами, но с такой суммой, как 20 тысяч долларов, мы сейчас должны привыкать говорить в рублях, Ирина, это миллион 200 рублей. То есть валюта продажи сейчас – это рубль? Ну, мы должны привыкать говорить так и приучать наших слушателей и продавцов, потому что покупатели диктуют такие термины. Ведь у нас покупатели все больше из России, география покупателей какова? В прошлом году к нам приехали господа из России. И не господа, а простые рабочие, простые инженеры из России, которые решили прикупить себе в Крыму недвижимость. И те, кто не успел это сделать, те будут покупать, видимо, в этом году подороже. Но действительно, валюта покупки и продажи в России – это рубль. Поэтому нашим продавцам постепенно нужно будет нивелировать цены в долларах для того, чтобы уменьшать их в долларах из-за ослабевания курса рубля к доллару и приспосабливаться и привыкать к тому, что называется, в рублях. Так вот, ваш вопрос о 20 тысячах долларов – это 1,2 млн. рублей. Возможно, вы могли бы приобрести в новостройке первый взнос для оплаты квартиры, которая будет строиться в будущем. И это вариант для тех слушателей, которые сегодня с нами. Если вы имеете такую незначительную сумму и доходы в будущем, стабильные, системные или же вдруг откуда-то сваливающиеся на вас, то вы можете действительно заплатить 1,2 млн. как первый взнос за покупку квартиры в новострою, который пока еще нет, который строится. И, как правило, это год, не большая сумма рассрочки, где вы можете планомерными выплатами или же квартальными, или же разовыми, или, возможно, в конце пути заплатить оставшуюся сумму, если у вас предвидится какой-то доход. Стартовать с этой суммы. А каковы в целом сегодня потребительские предпочтения покупателей? Ну, предпочтения у нас, нельзя сказать, что идут вперед. Они уже сложились. В прошлом году наш конкретный россиянин хотел кусочек земли под солнцем, домик под солнцем, у моря. Это нормально. У них мечта реализовать ее, наконец. Люди россияне, конечно, намерзлись в Сибири, в Востоке, и, конечно, хочется погреться. Поэтому домик у моря – это традиционный вопрос. Поэтому я призываю обладателей дач, ненужных, возможно, нашим слушателям, которые не хотят, не могут их обрабатывать или ухаживать. Пожалуйста, обращайтесь, есть покупатели. Земля – востребованный товар. И сегодня. Если в прошлом году у нас еще плохо работали реестры кадастровой службы, что было трудно оформляемо, земельный рынок, прямо скажу, не работал, то сейчас в этом году наладилась работа с кадастровыми паспортами. И земельные участки славно можно продавать, и пока это можно делать, давайте готовить документы, по крайней мере, мы вам можем помочь. Готовиться к продаже, и к летнему периоду, я думаю, наши покупатели в основном россияне опять будут хотеть и землю, и дачки. Ну и, конечно, если говорить о квартирах, о квартирном сегменте, то квартиры должны быть с ремонтом. Ну, россияне, если хотят покупать, то они не хотят возиться с отделкой, с какими-то перепланировками, с ремонтными работами, хотят уже купить и зайти и жить. Ну, хотя экономный покупатель готов купить и новострой для того, чтобы постепенно сделать ремонт, если планируют здесь жить навсегда, а не для отдыха. И вот последний вопрос, завершая эту тему, какова теперь реальная цена однокомнатной квартиры? Если это вторичное жилье или новострой, если приобретать ее сразу, ну, это для тех, у кого есть больше, чем 20 тысяч долларов. Ну, вот, смотрите, новострой сегодня в Севастополе стал чуть дороже, чем был в январе-феврале, я вот так сказала. Потому что как только обвалился рубль, честно говоря, многие застройщики тоже переволновались. И когда он стоил 70 рублей за один доллар, то новострой застройщики сделали свои акции, начали предлагать за квадратный метр 50 тысяч рублей. Вот такие были цены. Сегодня я вижу, что, видимо, из-за себестоимости, что себестоимость строительства все-таки не такая уж дешевая из-за того, что нам стройматериалы приходится сейчас привозить из России, то получается, что 60, 62, 65 тысяч рублей за квадратный метр – это такая обычная цена на новую квартиру, которой еще нет. И которая, когда будет, то она будет без ремонта, даже без унитаза и ванны, извините. Вот, то есть это надо все будет сделать покупателю. Что касается вторичного рынка, то он и получается дороже, потому что там есть возможность жить, можно переклеить обои или не делать даже этого. Вот, но это готовое жилье с документами, с правом собственности, с возможностью прописки, что немаловажно для многих приобретателей. Вот, и получается, что, конечно, 16 квадратный метр в готовой квартире будет дороже, чем в новой квартире. И в долларах это тысяча, 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 пятьсот долларов. В рублях около, извините, 100 тысяч рублей за метр. Так в Питере. В Санкт-Петербурге есть такой город федерального назначения. Наши продавцы пока тоже понимают, что они живут в Севастополе, в городе федерального назначения. И как-то цены у нас пока питерские. Думаю, что они могут на процентов еще 10 упасть, что нормально. Но, Ирина, вы знаете, у нас очень много звонков от покупателей из России, из больших и малогородов, о том, как они планируют приезжать сюда и в майский период, и в летний период для того, чтобы приобретать жилье. Не просто передохнуть там неделю-другую, а и приобретать для навсегда или для отдыха. И не все покупатели из России успели купить в прошлом году недвижимость. Сейчас они работают в своих холодных городах и зарабатывают деньги. И я вижу, как они планируют приезд, планируют отпуск, разузнают цены. И переживают, что не успели купить однокомнатную квартиру за 40 тысяч долларов, а понимают, что ее покупать уже за 60. Такой мой ответ. У нас тоже есть телефон для справок, я попрошу режиссерскую группу нам его показать. О других ценах мы можем порассуждать, да, в справочном режиме. Да, идем дальше. А вот существенно ли изменилось законодательство при операциях с недвижимостью и требования к документам? Изменилось. Ну, не могу сказать, что очень существенно. У нас украинская законодательная база была и серьезная, и надежная. Может быть, даже нам было проще оформлять переходы права собственности, где это могло сделать нотариус одновременно, уже не общаясь с бытой. И сразу переход права, и регистрация этого права делалась в нотариальной форме, и нотариус сделал выписку о государственной регистрации, и покупатель уходил от нотариуса с собственником. В российском законодательстве все по-другому. Собственником человек делается в регистрационной службе, государственный регистратор принимает такое решение. Не вот такое свидетельство получают люди. Мы о нем обсудим чуть-чуть, его обсудим чуть попозже. Но граждане действительно получают свидетельство о праве собственности в Росреестре. Я его принесу как-нибудь, покажу, как оно выглядит. И делает это государственный регистратор в регистрационной службе города Севастополя. Она существует, конечно, небольшое количество регистраторов. Не успевают регистраторы удовлетворить все заявки, но стараются и законные сроки выполняют. Поэтому переход правособственности не такой быстрый, как был в Украине, но существует. Что еще, может быть, отличает российское законодательство от украинского? Такие есть термины, как кадастровая стоимость. А не только экспертная стоимость. Хотя кадастровая стоимость, это экспертная стоимость, рыночная стоимость объектов недвижимости, выполнена на регион, прямо так по-простому скажу. То есть у нас пока в Севастополе нет этой кадастровой стоимости. И поэтому, как будут исчисляться налоги, о них мы, кстати, тоже можем поговорить сегодня, если это интересно, то налогообложение, конечно, в российском законодательстве, оно взимается от кадастровой стоимости. В связи с тем, пока она не утверждена для нашего региона, то приходится думать о рыночной стоимости. Эксперты-оценщики, переучившиеся украинского законодательства на русское, сейчас могут вполне делать эти оценки. Я бы рекомендовала продавцам, у которых есть доходный налог с продажей недвижимости, пользоваться услугами оценщиков, дабы потом не попасть в ситуацию, когда налоговый инспектор будет ориентироваться в каких-то среднерыночных ценах. И не от суммы договора требовать от продавца налог с дохода, а от среднерыночной стоимости, пока нет кадастровой. Ну а что еще отличает? БТИ существует у нас, как и существовало. Оно исполняет те органы, те функции, которые положено было делать без регистрации права собственности. Это техническая инвентаризация объектов, когда нужен технический паспорт, например, для получения кадастрового паспорта. И, конечно же, важно в нашем БТИ на Папанино-1, а в том нашем украинском БТИ, которое сейчас тоже существует, получать порой архивные справки и запросы на ответы о том, кто же был собственником в Украине, дабы не получить ситуацию мошенничества со стороны того документа, который предъявляет, допустим, продавец, а он уже там до получал дубликат или вообще уже давно продал недвижимость. Поэтому и существует хорошая привычка и у регистраторов, и у нотариусов, которые оформляют сделки. Кстати, оформляют, и мы поговорим сейчас тоже об этом. И запросы делать в БТИ, в городской, на Папанино-1, дабы получить ответ о том, кто же был в Украине собственником. Этот же человек, который пришел сейчас продавать свою недвижимость к регистратору или к нотариусу. Институт прописки? Он такой же. Институт прописки такой же, никто его не отменил, ни не отменял ни в России, ни в Украине. Я сейчас не буду говорить о регистрациях для тех людей, которые приехали к нам из Украины. Я говорю о том, кто прописан постоянно, имеет право на проживание. И что касается малолетних и несовершеннолетних детей, что в России, что в Украине, есть обязательное требование к тому, чтобы убедиться в органах опеки и попечительства, чтобы дети не ухудшили свои жилищные условия. И с этим приходится считаться и в России. Налоги при продаже недвижимости стали больше или меньше? И каков налог с дохода? Был 5%, да? Стал 13%. Это так. Кажется, цифры действительно другие. 5,13. 5% был в Украине. Если у вас недвижимость менее трех лет, то приходилось 5% от дохода, от суммы продажи отдать налог. Подоходный налог, так в простом смысле можно назвать НДФЛ. Как мы привыкли все, да? Как мы привыкли говорить, да. То в России для резидента в России эта цифра стала 13%. Но это не означает, что эта цифра такая от всего дохода. Потому что в России существуют налоговые вычеты. Вы можете отнять миллион рублей от суммы вашей сделки и оттуда заплатить 13%. А если ваша сделка всего составляет миллион, то вот и ваш налог 0%. Или же сделать вычет. Еще существует льгота, такой как по затратам. Если вы покупали эту недвижимость, допустим, за 5 миллионов рублей в пересчете с тех гривен, которые были когда-то в России, и сейчас продаете за эти же 5, то у вас опять же нулевая ставка. Поэтому в России позволительно делать вычеты налоговые или имущественные. И, соответственно, тогда налог ваш будет даже нулевой. Никакой не 5%, как было в Украине. Другое дело с нерезидентами. Да, с нерезидентами. Это я сейчас говорила про резидентов, если я не обмолвилась. Так вот, с нерезидентами посложнее. Потому что, действительно, бывшие 17% украинские превратились в 30%. И это довольно существенная цифра, которую трудно понять, посчитать и принять нерезидентам, тем людям, которые, например, хотят остаться украинцами. Они есть такая категория продавцов. Но существуют возможности использовать постановления по Минской конвенции об устранении нового налогообложения, где можно заплатить налог на территорию Украины. Но это не мой, Елена, сейчас вопрос. Пригласим налоговых специалистов в следующий раз. Долгое время севастопольцы не могли оформить наследство. Очень много вопросов возникало по этому поводу. Как сейчас дело обстоит? У нас две минуты остается. Да, я поняла. Но наследство – важный вопрос. Потому что, действительно, практически полгода нотариальные конторы даже не принимали заявления о принятии наследства, что вызывало трудности и пропускание сроков. Но все это уладилось в прошлом году. И сейчас нотариусы, бывшие государственные, нынешние частные, в общем, все нотариусы равны в России, поэтому принимают заявления о принятии наследства и выдают документы. И, кстати, в нашем агентстве недвижимости есть такой хороший пунктик здоровый. Мы готовы подготовить документы для получения наследства. Пакет документов нам известен. Это и кадастровый паспорт, это и оценка, где она обязательно у нас есть обученные. Наши оценщики переучились, стали русскими оценщиками, с удовольствием это сделают специализированные, грамотные обученные. Так вот, по поводу наследства, если слышат меня иногородние граждане, передайте своим родственникам, потому что бывает краткий период здесь пребывания, невозможно долго документы готовить. Мы готовы их подготовить заранее, планово, и весь пакет. И вам будет без проблем получить то наследство, которое вы долго не могли дождаться. Рекомендую обращаться, телефон для справок вы видели. Я благодарю вас за то, что нашли время, пришли к нам в студию, ответили на такие актуальные вопросы. А тем, кто не успел услышать что-то важное для себя, либо, возможно, людям нужно уточнить какую-то информацию, как с вами связаться? 55-37-37, центральный офис Большая Морская, 35, по будним дням с 9 до 18, в субботу короткий день, приглашаем вас и завтра. Благодарю вас за компетентный комментарий. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями на информационном канале Севастополя. В этой студии обсуждаем главные темы дня, говорим о том, что интересно обществу в целом и каждому человеку в отдельности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин